Винсполщанин Каспарс Ашневиц – один из активных волонтёров, у которого всегда есть новые идеи, как ещё помочь Украине, которая сейчас переживает ужасы войны. Год назад, в феврале и в марте, он помогал украинским беженцам выбираться из страны и добираться до нужного места. Именно он в своё время предложил изготавливать окопные свечи для украинской армии. Каково отношение окружающих к происходящей войне? С чем вы сталкиваетесь? Я вижу, что люди устали. Есть такие, кто уже об этом слышать, ничего не хочет. А есть и такие люди, которые продолжают быть активными, поддерживают. Целая ситуация такая. Война не заканчивается, и задача балтийских стран – не дать российской армии пересечь границу Украины и направить свои силы против других европейских стран. У Каспара есть мечта, которую мы можем помочь ему осуществить. Мы начали акцию, в рамках которой хотим собрать машины скорой помощи для Житомирской пожарно-спасательной службы. Им с началом войны вменили в обязанность проводить работы по разминированию. И 24 декабря, когда подразделение работало в Херсоне, произошёл взрыв, в результате которого погибли три человека. Один был ранен и уничтожено три автомобиля. Один из которых был автомобиль скорой помощи. И нам поступила просьба пожертвовать этому подразделению автомобиль. И я мечтаю реализовать это. Благотворительный фонд Нидерландов направил в Украину уже более ста машин скорой помощи. Возможно, кто-то из латвийцев, проживающих за границей, мог бы помочь найти контакты, благодаря которым можно приобрести специализированный транспорт на средства, пожертвованные венсполщанами. Машина должна быть в довольно хорошем состоянии, чтобы она могла полноценно служить. Всё-таки в Украине расстояния большие. Я связался с нидерландским фондом под названием «Паруса свободы». Мы покупаем машину, они со своей стороны обеспечивают оснащение и заполняют её медицинскими товарами. Юридические лица могут перечислять средства на счёт, которые сейчас вы видите на своих экранах, и получить скидку на налоги. Наши партнёры по сотрудничеству – венсполский клуб «Ротари». Можно перечислить средства на счёт клуба с пометкой «На приобретение машины скорой помощи». А у клуба «Ротари» есть статус общественно полезной деятельности, что позволяет получить налоговые льготы. По всем интересующим вопросам можно звонить лично Каспару Ашневицу по номеру телефона 29 275 409. На момент съёмки херсонским медикам уже было пожертвовано несколько тысяч евро.